Система охлаждения нового ноутбука от Apple на базе процессора M.2 оказалась неэффективна при интенсивных нагрузках. Такой вывод следует из обзора нового ноутбука, проведенного техноблогером YouTube-канала MaxTech. Автор сравнил его с прошлогодней моделью на M.1 и результат оказался не в пользу новинке. Он обнаружил, что под серьезной нагрузкой система охлаждения не справляется со своей задачей, из-за чего процессор M.2 быстро переходит в режим троттлинга и заметно теряет в производительности. По данным блогера, температура чипа достигала 108 градусов по Цельсию, причем вентиляторы постоянно работали в полную мощность – 7200 оборотов в минуту, но это не помогало. Проверка проходила в условиях экспорта видео в разрешении 8К. По итогам тестирования M.2 MacBook не удалось показать значительного прироста производительности. При этом чипу M.1 Pro он серьезно уступает. И, конечно, большинство пользователей не столкнется с каким-либо трудностями при обычном повседневном использовании ноутбука, но о максимальной производительности нового MacBook Pro можно забыть, если ноутбук долгое время использовать в тяжелых задачах. Кроме того, специалисты обратили внимание на более медленный SSD. Накопитель новинки по сравнению с предыдущей версией. По результатам тестирования скорость чтения накопителей в новом MacBook ниже на 50%, а записи на 30%. Вследствие этого падает производительность всего устройства, когда ноутбук использует файл подкачки SSD для формирования виртуальной памяти при нехватке системы физической АЗУ. Продолжим. Компания Moji Vision разработала и впервые провела тестирование прототипа умных контактных линз, которые позволят использовать технологию дополненной реальности без громоздкого шлема или очков. В роли испытателя-добровольца выступил сам глава компании Дрюк Перкинс. Он успешно опробовал на себе полнофункциональный прототип AR-линз. Перкинс испытал компас, который позволяет ориентироваться в пространстве, просмотреть изображение и воспользоваться электронным телесуфлером, чтобы прочесть цитату. Теперь технологию опробует ряд других добровольцев и уже по их отзывам разработают коммерческую версию для последующего лицензирования и продажи. Ученые работают над линзами еще с 2015 года и компания пока не анонсировала сроки начала продаж нового устройства, но отметила, что его цена будет сопоставима со стоимостью флагманского смартфона. Перкинс предполагает, что такие контактные линзы улучшат жизнь людей с нарушениями зрения и станут невидимым помощником, который всегда подскажет нужную информацию. Крипторынка Сейчас рынок наводняют видеокарты, ранее купленные майнерами, и это не только снижает цены на вторичном сегменте, но и подрывает выручку Nvidia и ее партнеров в первичном. К таким действиям участников процесса добычи популярных криптовалют подталкивают как снижение их курса, так и приближающаяся реформа модели обеспечения Ethereum, которые исключат потребность в существенных вычислительных мощностях. На пике криптовалютного бума по ценам, по оценкам экспертов Bayer, майнеры покупали до 35% всех доступных на рынке игровых видеокарт и теперь они хлынули на вторичный рынок. Для самих экспертов спад над криптовалютным рынком удобен тем, что позволит более точно оценивать спрос на видеокарты со стороны любителей игр. Продолжение следует...